В период карантина жизнь во Франции у каждого человека сильно изменилась. Для людей активных, которые не могут сидеть дома без дела, это настоящее испытание. Наш корреспондент выяснил, что вы можете записаться в волонтеры, позвонив в мэрию вашего города, и принять участие в организации быта пожилых людей в домах престарелых или хосписов. Тем не менее, каждая семья по-разному переживает этот сложный период. Сегодня мы познакомимся с Анной из Бордо. Меня зовут Анна. На время карантина я уехала в пригород Бордо на дачу. Пляжи и берег моря недоступны. Мы поступаем так, как можем. Сухая тренировка и, главное, мотивация! А вот трюки Айманон. Чем же можно заниматься в плохую погоду, когда прогулки запрещены? А мы рисуем. У нас есть краски, мерки и пастель. А что ты рисуешь, Манон? Я рисую лодку. А ты, Рюка? А я люблю рисовать персонажей из комиксов. А папа? А папа любит рисовать в пейзаже вот его рисунки. А ваша мама? А мама занимается спортом. Жизнь продолжается, несмотря на эпидемии, катастрофы и войны. Вот и в нашей семье радостная новость. Я снова стану бабушкой. Эту новость я получила буквально несколько часов назад. Все остальное меркнет. Неудобства от карантина, изоляция и ограничения в передвижении. Это все пройдет, а новая жизнь уже зародилась. Агентство хороших новостей Анна, Люка, Манон, Борду.